Когда найдет свое решение проблема с общественным транспортом? Какие работы проводятся в этом направлении? В центре внимания программы журналистское расследование проблема, волнующая многих горожан. Много вопросов вокруг общественного транспорта. Помимо нехватки транспорта, есть проблемы с кондукторами, работа которых не соответствует требованиям. Инвалид второй группы Тыныш Жакыпова одна из многих, кто недоволен их работой. Ее расстраивает бестактность и грубость работников общественного транспорта, ответственных за перевозку людей. Мы ездим на общественном транспорте. Когда заходишь туда, кондукторы даже не предлагают сесть. Нет специально отведенных мест для инвалидов. Сразу спрашивают деньги за проезд. Попросишь места, отвечают, езжай на такси. Некоторые кондукторы хоть и знают требования, но не выполняют их. Требуют плату за проезд у пассажиров с льготами. Избранники народа, депутаты, провели контрольную акцию для того, чтобы увидеть все своими глазами. Они сняли на камеру телефона, как кондуктор требует плату за проезд у школьников. Я вошел в маршрут номер 14. Кондуктор потребовал оплату за проезд у ребят, которые стояли рядом со мной. Спросил у ребят, зачем вы расплатились. Они были испуганы. Ответили, что тогда, в следующий раз, она их не впустит. Кондуктор в ответ говорит, что они возвращаются с кружков и секций и должны платить. Я отправил видео ответственным лицам. Еще одна проблема – работа установленных информационных табло на остановках. Ранее говорилось, что эти табло позволят сэкономить время стояния на остановках пассажиров. В рамках программы интеллектуализации общественного транспорта было закуплено 20 таких табло из средств бюджета. В них была внедрена следующая информация. Местное время, температура воздуха, название остановки и, главное, расписание маршрутов. Вместе с этим жители от Трау через мобильные связи могли узнавать время прибытия нужного им маршрута. Но сегодняшнее состояние информационных табло, обещавших большие возможности, оставляет желать лучшего. Наряду с трудностями в работе городского общественного транспорта есть проблемы в доступности и пригородных маршрутов. Количество газелей очень ограничено. Поэтому люди вынуждены уезжать на такси. Сейчас проводятся работы по профилактике дефицита городских автобусов. Работаем в этом направлении, отрегулируем движение городских и пригородных маршрутов. На данный момент мы обсуждаем вопрос о выделении субсидий предпринимателям для обновления 40% городских маршрутов. Планируем приобрести к концу года современные автобусы, оснащенные охладительной и обогревательной системами. Служба перевозки пассажиров превратилась в большую проблему. Специалисты рассматривают пути решения, но неизвестно, когда будут сданы в эксплуатацию новые автобусы. Орен Гульбек Тлеова, Тлег Кобыл Гумаров, Служба новостей.